Привет! Как дела? 20 лет прошло с тех пор, как мы переехали в Питер. Напомню, я родилась в Тольятти и в 2004 году мы с мамой вдвоем решились и махнули в Питер. Сегодня я расскажу о том, как мы переезжали и как жили в Петербурге. Напомню, что 8,5 лет из этих 20 я прожила в Лондоне, о чем я рассказываю на своем канале Англичанка. Как все начиналось? В 2001 году, когда я окончила свой первый курс Самарской Академии Культуры и Искусств, я на тот момент как раз получила права. Отец нам дал машину, и мы с мамой вдвоем поехали в Киров к бабушке и дедушке. Об этой поездке я уже где-то немного рассказывала, и такой вот незначительный момент, который может с ног на голову перевернуть практически всю вашу жизнь, произошел, ну, можно сказать, там. То есть, когда мы упаковывали какие-то пирожки, возвращаясь обратно в Тольятти, в газету, там на тот момент гостил мой дядя из Петербурга, и так получилось, что эта газета была питерская. И когда мы приехали домой, мама развернула эту газету, стала немножко читать и увидела цены петербургских квартир, которые были практически одинаковые с ценами тольяттинских квартир. И она вот у нее тогда на тот момент зародилась мысль, а не переехать ли нам в Петербург. Ну, прошло несколько лет, я уже окончила свою Академию Культуры, и на тот момент я работала в библиотеке, и как-то жизнь устаканилась так, и ничего интересного нового не было. А у мамы все, мысль горела, как бы нам переехать в Петербург, потому что на тот момент она уже связалась с дядей и узнала о том, что время лимиты давно уже прошло, и в Петербург пускают практически всех. Не только местные жители и уроженцы Ленинграда могут позволить себе купить квартиру в Санкт-Петербурге. И вот за тот год, после того, как я окончила и до того, как мы переехали, все и случилось. Мама все-таки хотела, чтобы я переехала в культурную столицу, так как у меня было культурное образование, и нашла себя здесь. Я же все-таки больше тяготела к Москве, так как там погода. Для меня вот это вот темное небо над головой в Петербурге и постоянные дожди была огромной проблемой. У меня настроение всегда меняется в плохую погоду. Я депрессирую, так скажем. И вот мы все думали, Москва или Санкт-Петербург, но в Москве не было никаких связей, поэтому мы рискнули и поехали в Питер. Как оказалось впоследствии, не такой уж он и дождливый. Мне очень нравится здесь лето, так как в Тольятти была всегда 40-градусная жара, и это очень сильно влияло на мое здоровье. Здесь летом 20-25 градусов в среднем, и практически всегда светит солнце. Ну, бывают там 2-3 дня дожди, и опять выходит солнышко. То есть лето в Санкт-Петербурге хорошее. Ну, а все остальное, как у всех, и осенью, и весной дожди, снега, зима здесь, кстати, очень теплая. Да, минус 10 в основном держится. Ну, бывает пару-тройку дней минус 20. Вот, ну, в принципе, по погоде Петербург меня устраивает. Лондон, кстати, такой же по погоде, но единственное, что в Лондоне очень сильная влажность, и холода, даже минус 10, ощущается как минус 20. Так что, в принципе, в Петербурге мне погода нравится. Ну, в общем, мы начали собирать вещи, отдавать или продавать мебель. Я помню, продала свое пианино за 4 тысячи рублей. Это была огромная удача, так как пианино на тот момент никому не нужны были. И я просто повесила в своем музыкальном училище, где я училась, объявление, и нашелся покупатель буквально накануне нашего отъезда. Потом мы нашли покупателя, стали оформлять сделку и подготавливать все вещи, погрузить в контейнер. Мы заказывали контейнер. Ну, и, в принципе, все упаковали и были готовы ехать. Ехать нам обещал отвезти до Петербурга отец на своей машине. Мы уже продали квартиру, деньги, так как мы не могли везти с собой такую вот стопку наличных. Мы оформили сертификаты на предъявителя. Это тоже было достаточно опасно. То есть любой человек, у которого есть этот сертификат, мог бы прийти в банк и получить деньги по этому сертификату. То есть они были неименны, и мы очень сильно рисковали. Отец пришел в день нашего отъезда и сказал, что у него сломалась машина, он нас не отвезет. Мы судорожно стали искать какой-то грузовик или небольшой фургончик, так как коробок было много, собаки уже на этих коробках спали и не отходили, лишь бы их не забыли. Нашли какую-то иномарку, туда не поместилось ничего. Мы даже наш огромный телевизор брали, куда мы, кстати, и заложили наши сертификаты, потому что пришлось же ехать с чужим, незнакомым нам человеком. Мы просто заказали такси до Санкт-Петербурга. В общем, одна машина не подошла, у него там багажник был маленький, еще наполовину заполненный, а другая, девятка, подошла, и вот водитель отвез нас. Буквально мы сутки ехали до Санкт-Петербурга. Все забили в эту девятку, заложили на заднем сиденье, там такая постель получилась, там собаки, и мы с мамой менялись, рядом с водителем сидели или уходили назад, ложились спать. Ну вот на таких перекладных мы доехали в Петербург и поселились на некоторое время у дяди, у маминого брата до того, пока мы не купим себе квартиру. Итак, около месяца где-то, ну может быть, недели три у нас ушло на покупку квартиры. Надо сказать, что мы продали в Тольятти двухкомнатную квартиру московской планировки, то есть большие параметры, там кухня, по-моему, была 9 метров, наша с братом комната 11 и большой зал 18, где-то так. Окна у нас выходили на хуйный лес, в общем, очень была хорошая, приличная квартира. Не помню точно сколько, около миллиона, наверное, мы за неё выручили. И с этими деньгами приехали в Петербург, и получилось купить только однокомнатную, очень маленькую квартирку в Невском районе. Как всё это у нас происходило, тоже были всякие перипетии. Например, сначала мы выбирали, нас завезли в Красносельский, по-моему, район, где-то вообще на самом отшибе. Мы приехали во двор, так постояли. С нами ездил мамин брат Серёга, и он нас свозил на просмотры и помогал нам во всём, за что мы ему до сих пор очень благодарны. Постояли в этом дворе, ну, посмотрели квартиру, там обычная типовая квартира, подумали и решили, что, ой, нет, далеко от метро, там, по-моему, минут 40, надо было либо на транспорте доезжать. В общем, как-то не зашло. И очень далеко от центра города. А мы же ехали в Петербург. В общем, отмели этот вариант, нашли другой на Звёздный в московском районе. Очень хорошая квартирка попалась и достаточно дешёвая. Но во время нашего просмотра пришли другие покупатели, и мы поняли, что что-то нечисто, потому что начали создавать между нами и ими некий аукцион. Вот, они уже берут, сказали, а вы ещё думаете. Но так как вы первые пришли, в общем, мы почувствовали неладное и отказались от этой квартиры. И в итоге нашли третий вариант в Невском районе. Тоже далековато от метро, 20 минут пешком. Недалеко от Ледового дворца, куда я потом хотела устроиться. Но, в общем, в принципе, нас устроил этот вариант. Комната была большая, по-моему, метров 18. Кухонка, правда, маленькая. Туда еле вместился наш диван. Санузел, по-моему, смежный был. Я уже не помню, это было так давно. Да, ещё к нам туда потом приезжали разные гости из Тольятти и ночевали практически на полу, потому что, когда привезли контейнер, мы нагрузили вот так вот коробки, чуть ли не до потолка, и на этих коробках устроили ещё одно спальное место, и на них спали. В общем, тесно было, сложно, но, в принципе, купили вот такую квартиру. С деньгами, конечно, тоже очень страшно было ездить по Петербургу. Мы обналичили эти сертификаты, обратно получили рубли. Потом эти рубли, на тот момент, насколько я помню, квартиры продавались в долларах. Мы ездили, мама с её братом ездили менять в обменник. Там за ними началась слежка и погоня. В общем, когда они обменяли этот условный миллион на доллары, их сами сотрудники банка вывели из другой двери, чтобы их не поймали и не обворовали. Потом они ещё какими-то на машине уезжали дворами, дворами, в общем, оторвались. Ну, как-то взяли их, видимо, на заметку и хотели, ну, почувствовалось какое-то напряжение. Да, на эту квартиру нам Стас, мой брат, присылал, по-моему, 70 тысяч рублей нам не хватало или 7 тысяч долларов, что-то такое. В общем, тоже в экстренную. Буквально за два дня вестерн-юнионом он нам прислал достаточно большие деньги, и мы ездили куда-то, аж в московский, по-моему, район, получать эти деньги, так как вестерн-юнион мне везде тут находился. В общем, перипетии были разные. В основном, конечно, финансовые проблемы, так как у нас всё было впритык. Вот, потом мы с этими долларами упаковавшись, у меня был такой плащ с четырьмя карманами на замках. Его надела мама, и вот в эти карманы мы заложили деньги, и сверху мама надела ещё один плащ, и мы всё это везли в метро. В общем, была такая паника, которой у нас не было никогда. Потом я уже после Лондона, когда мы продали квартиру брата, я по 10 тысяч долларов спокойно везла в самолёте и абсолютно практически про них забывала. Когда у тебя последние деньги, это, конечно, такой нереальный стресс. А когда это просто вот так вот получилось, что дополнительно в связи с тем, что мы продали квартиру в Лондоне, у нас появился ещё некий бюджет, и мы вот приобрели вторую квартиру, то есть там была мамина, а это теперь моя, то как бы, ну, потеряешь, ну, потеряешь. В конце концов, у тебя есть где жить, одна квартира есть, а тут приезжаешь, и вот последние деньги, и всё, и у тебя нету жилья. Если бы обворовали, было бы очень, ну, пришлось бы, я не знаю, и так-то было тяжело начинать вот с этой маленькой квартирки как-то разрастаться. До того момента, пока мы не нашли работу, я помню, нам Серёга, мамин брат, выдавал, ну, то есть мы всё подчистую отдали, все деньги, и он нам каждую неделю давал по 500 рублей своего, как бы, бюджета, чтобы нам было на что сходить в магазин и купить, буквально ходили в магазин дёшево и сердито, покупали там кефирчик с пряниками, это сладенькое, ну, картошку, мяса тогда не было, ну, в общем, такое, картошка, молоко, макароны, вот так и питались. Потом устроились на работу, и постепенно жизнь наладилась. В общем, в принципе, мы очень быстро нашли работу, хотя я помню, я переживала, что долго не могла найти, но практически за месяц, то есть 1 декабря, и я, и мама уже вышли на новые работы. Она нашла в газете с вакансиями работу именно вот в этой газете, работа для вас называлась, и там она устроилась с журналистом-экономистом. А я куда только не рассылала свои резюме, везде прошла, и в Ледовый дворец, в общем, всё обошла, и пораздавала свои резюме, никто ничего не ответил. Ну, я пошла в центр города по всем досуговым центрам, культурным центрам, и так получилось, что в Доме народного творчества я оставила своё резюме, и директор перезвонила мне буквально на следующий день и пригласила на собеседование, после чего взяла меня сначала в секретарей, а потом появилась вакансия ведущего специалиста, и после чего я уже доросла до заведующей отдела народного творчества, что-то такое, я уже не помню, тоже заведующей отделением по развитию народного творчества. Вот там я проработала 3 года, организовывала всякие праздники, фестивали, концерты, и так как у нас были какие-то международные ещё фестивали, мы этих конкурсантов и участников возили по разным пригородам, и Петродворец, и Пушкин, в общем, была у меня такая экскурсионная программа и для меня лично, ну, так как я их сама возила, сама организовывала все эти экскурсии. На тот момент, вот за эти 3 года как раз я и обсмотрела, и изучила весь Петербург, и, в принципе, уже на данный момент выходить из дома и куда-то идти, смотреть музей, ну, в общем, стала петербурженкой, то есть, если в музей, то уже раз там в 5 лет. Некогда, некогда, всё некогда, хотя вроде бы, казалось бы, дел нет. Ну, так вот, в этой маленькой квартирке мы жили полтора года, у нас там потекла крыша, это был девятый этаж последний, и между крышей и нами не было технического этажа. И вот прямо с крыши, как палил дождик, так вся стена и была у нас мокрая, и мы практически спали в мокроте. Мы тысячу раз писали в ЖЭК, к нам приходили, измеряли, и опять без ответа. В итоге мы тупо вот так вот долбили. Каждые две недели высылали им письма, и в итоге нам сделали крышу, залатали, и в конце концов перестало течь. Пока я работала в Доме народного творчества, мы взяли ипотеку и расширились до трёхкомнатной квартиры. На тот момент ипотека только вступила в свои права, только начиналась, и практически с нуля я сама всё вместе со знакомым риэлтором собирала все документы и вот получила этот ипотечный кредит на своё имя на 15 лет под 12% годовых. Маме на тот момент не давали уже по возрасту почему-то. Или, ну в общем, у меня была зарплата, так скажем, серая, и мне директор написала липовую справку, что я получаю 19 тысяч, хотя на тот момент я получала там тысяч 10, ну может ещё там 2-3 тысячи премии были. Платить надо было ежемесячно в течение 15 лет 8 тысяч рублей. В принципе, мы с мамой решили, что мы осилим эти деньги, и не будет сильно накладно, но вот как-то вырулить так, чтобы нам дали этот кредит, пришлось делать вот такую справочку. В итоге нам его дали, мы купили квартиру за 1,8 млн, по-моему. Я помню, что кредит у нас был на 662 тысячи. В 12 или 13 лет мы тупо выплачивали ежемесячно 8 тысяч рублей за трёхшку уже в том же самом районе, купили недалеко от метро. И вот так вот спустя полтора года проживания в Петербурге мы уже расширились. Риэлтор, которая знакомая моего дяде, так как увидела, что я хорошо разбираюсь в бумагах, в недвижимости, взяла меня под своё крыло и привела в своё агентство Advex, где я ходила на всякие занятия, узнавала много нового, интересного и по гражданскому кодексу, и по недвижимости, и по, ну, в общем, всякие налоговые обложения, все детали по сделке с недвижимостью, так как я училась быть риэлтором. То есть я думала стать риэлтором, но у меня не получалось. Мне было на тот момент 25 лет, и люди как-то не воспринимали меня, думали, что я такая девочка, неопытная, и не шли ко мне в клиенты. То есть я провела практически там 2-3 незначительных сделки за 5 лет. То есть я работала на своей основной работе в Доме народного творчества, потом перешла, работала в отеле администратором мини-отеле на набережной реки Мойки. И параллельно искала клиентов и старалась сделать для них, организовать какие-то сделки. В итоге вот как бы менеджер сказала, что у меня ничего не получается, я неудачница. Маму это очень сильно напрягло, и ну как бы она воспротивилась этому и сказала, ах, неудачница, значит, поедешь жить в Лондон. И стала готовить меня для жизни в Лондоне. Они связались с братом. Он сказал учить английский. Я там год-два сдавала TOEFL, в общем, занималась, как-то развивала свой английский. В 2009 году мне отец на день рождения сделал такой большой подарок, подарил машину. Это был первый и единственный подарок мне на день рождения, наверное, с 10 лет, с тех пор, как он ушел из семьи. Алименты он не платил. И вот когда разбогател, прислал нам 300 тысяч, и мы купили машину. Летом мы съездили, приезжал Стас, и мы все вместе съездили в Тольятти. Кстати, я сделала тогда ролик, ну, о нашей поездке. Его я на следующей неделе опубликую. Ну, какие-то фрагменты тоже. Я на тот момент делала видеоролики о наших каких-то больших поездках. И вот эти фрагменты вставляла в песню, которые мне на тот момент нравились. И в 2011 году, прямо в самом начале, в декабре 2010 года брат купил квартиру в Лондоне, а 30 января 2011 года я уже приехала к нему жить, продав вот эту вот самую машину. Это был мой первоначальный капитал в Лондоне. Так как ипотека была на мне, я судорожно изучала каждый пункт своего кредитного договора. И, в принципе, если я уезжала куда-то из города, или за границу, или на другое место жительства, я должна была предупредить об этом банк. Но так как санкций никаких на это не было, никаких штрафов и пений по договору не происходило, я решила не оповещать банк. Мама ежемесячно платила, выплачивала эти 8 тысяч рублей. И когда я уже вернулась из Лондона, у меня уже были свои накопления, и я благодаря этим накоплениям полностью закрыла ипотечный кредит и, так скажем, выплатила долг. В 2012 или 2013 году я ездила опять в Тольятти продавать дачу. У нас в Тольятти еще дача оставалась, и за нее приходилось очень много платить, там, по-моему, 4 тысячи в год. За то время, пока мы тут жили, это уже прошло 8 лет, в общем, накопился большой долг, и мы решили лучше мы продадим эту дачу. Они там очень дешево стоили, я за 100 тысяч рублей, по-моему, продала ее, и за эти деньги продлила себе обучение в Лондоне. В итоге я окончила один университет в Лондоне. Тогда вот в конце второго курса у меня погиб брат, и мне пришлось разбираться с его кредитным договором, с его ипотекой на квартиру, у него тоже она была в залоге. Пришлось связываться с банком, говорить, подождите, я что-нибудь придумаю, я сдавала комнаты, выплачивала ежемесячные взносы, где-то, если могла, перекрывала двумя взносами. В общем, пыталась как-то лавировать и удержать эту квартиру. Но тогда, когда стало ясно, что я уже не смогу продлить свою визу, и уеду домой в Россию, у меня стали очень смутные такие сомнения, меня посещать, что за этой квартирой я не смогу следить, я не смогу ее сдавать. Потом, если что, не получу визу, и не приеду, и не продам, что оказалось вот на данный момент, я бы сейчас вообще бы не могла никак держать везде этот дом. Ориентаторы бы не платили, или бы там вообще оккупировали, или бы банк бы уже забрал давно за долги по ипотеке. В общем, слава богу, что я его продала. На эти деньги мы вот купили здесь, в Петербурге, квартиру двухкомнатную, и она как бы считается моей, а та трешка осталась мамина. Недалеко от мамы купили, вид у нас тут на высоком этаже очень красивый, вид на весь центр города. Перед нами пока не застроили, половину уже застроили Нева, строится очередной разводной мост, так что очень много всего интересного. Я наблюдаю с высоты своего этажа, с балкона, и часто снимаю отсюда репортажи, и получаю за это денежки. Правда, вывезти я их не могу, так как они за границей находятся. Но, тем не менее, что-то там скапливается. Может быть, где-то когда-то потом потрачу. PayPal не работает. Через PayPal я могла бы их потратить. Карточки у меня банковской уже давно нет. И еще этих денег мне хватило на продление своей учебы в Лондоне. Полтора года я обучалась на курсе MBA и получила мастера в университете. Ну и как бы еще полтора года удалось пожить в Лондоне. Но 8,5 лет, что я там прожила, не хватало до вида на жительство. То есть там надо было официально прожить 10 лет. И никак я не могла продлить эту визу. На работу мне нельзя было устроиться. В общем, я уехала из Лондона в 2019 году. А потом уже пришла пандемия, СВО. И, в общем, пока в Лондоне... Ну вот в пандемию я только съездила прямо буквально в первые дни. Успела в 2020 году побывать там недельку. И экстренно уехала обратно, так как пандемия разрасталась. И было страшно оставаться в чужой стране без каких-либо прав. Ну, я ездила как турист. И каких-либо прав на национальную здравоохранительную систему у меня не было. Поэтому я бегом-бегом, пока не закрыли самолеты и границы, вернулась обратно. Сейчас я работаю из дома, в интернете. И, в принципе, в центр очень редко выезжаю. Поэтому часто у меня посещает такое желание. Хочется уехать куда-то, жить за город. Ближе к земле, к воде. И какая разница, откуда работать, если ты всё равно работаешь в интернете. Хочется природы. Не хватает в городе природы. Петербург, по сути, не стал мне родным городом. Мне больше близок Лондон. Нет у меня к нему такой вот прямо привязанности, как люди там, ааа, Санкт-Петербург, такая красота. Может быть, красота, но уже поднадоела. Раньше мы часто выходили в центр. Вот как приехали, там, каждые выходные куда-то выходили, гуляли по набережным, по паркам. А сейчас вообще практически не выходим из своего райончика. Только по магазинам куда-то и с собакой погулять. Вот. Но в ближайшее время планируем, как бы сделать такой юбилейный выход в город. Так же, как мы когда-то ходили с Челсиком гулять по центру. Выехать в один из прекрасных солнечных дней, просто погулять по городу и вспомнить, как это было 20 лет назад. Если мы поедем, я сделаю ролик и покажу вам, какой нынче Санкт-Петербург. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»